Фигуранты барнаульских дел об экстремизме не спешат радоваться предложению президента, который выступил за смягчение наказания по уголовной статье возбуждения ненависти или вражды. Поправки Владимир Путин внес в Госдуму. Президент предлагает перевести дела по такой статье в административное право. Но лишь для тех, кто впервые унижает достоинство человека по признакам пола расы национальности. Если в течение года подобное зияние будет повторяться, лишь тогда человеку может грозить уголовное наказание. В моем случае идет длящееся преступление. То есть первое изображение, которое я сейчас сохранил, датируется 12, 13, 14 годом, где-то так. И заканчивается 17, последнее, в январе. Касательно этого непонятно, что будет и коснется ли эта поправка как-либо вообще меня. Даниила судят как раз по 282 статье возбуждения ненависти и вражды. Парень – один из четырех молодых людей, которых в Барнауле привлекли за экстремизм. Другая подсудимая Мария Матузная также считает, что поправки, если и помогут, то лишь тем, кто нарушит закон в будущем. В свою очередь, правозащитники уверены, что больших перемен ждать не стоит. Они высказывают мнение, что упомянутой статьей просто не будут пользоваться, ведь есть и другие. Например, о призыве к экстремистской деятельности и оскорблении чувств верующих. Адвокат девушки Роман Ажмегов уверен, что после появления таких поправок число экстремистов резко вырастет. Ведь завести административное дело намного проще, чем уголовное. В любом случае, рассуждает он, даже более мягкое наказание все равно скажется на биографии человека. Статья, которая будет говорить о том, что ты экстремист, только административный, она остается. Поэтому возникает вопрос о том, что формулировка-то та же самая, то есть об экстремизме, скажем, идет речь. И здесь любой работодатель в дальнейшем будет думать об этом, а нужен ли нам такой экстремист или нет. Необходимо конкретизировать непосредственно, за какие именно правонарушения, преступления применяется данная статья.